Старкрафт Старкрафт Представляем обзор киберспортивных новостей со всего мира. Игрок Warcraft 3 Эдуард Эббл, известный эльф под ником Voshex, получил бан на два следующих сезона и квалификации лиг NGL 1 и NGL 2. Произошло это после демонстрации плохих манер и поведения, заключающихся во множественном оскорблении администраторов NGL. Также администрация лиги извиняется перед вовлеченными в эту историю командами, игроками и зрителями. Администрация не поддерживает все сказанное и сделанное этим игроком. Объявлены номинанты ежегодной премии GGL за достижения в области электронного спорта. Из года в год журналисты выбирают самых достойных на их взгляд атлетов, а также лучшие по их мнению команды. В пятерку лучших квейкеров включен Кулер. Помимо него в номинации представлено место белорусу Сайферу. Два украинских атлета представлены в номинации «Новичок года» по Counter-Strike. В команде B-Grip назвал конфликт, который может привести к их распаду. Во главе вопроса, как обычно, деньги, финансовые взаиморасчеты, а также недовольство игроков. В ответ менеджер Максим Нирвана Залилов недоволен последними поражениями команды. Разошлись дорожки. По непроверенной информации, менеджер готов в карательных целях добиваться запрета на участие игроков B-Grip в основных соревнованиях. Продолжают появляться материалы касательно StarCraft 2. Недавно на официальном сайте появилась новая часть так называемого «Question and Answer Batch». Также на сайте появились изображения одного из главных героев компании «Вселенные Старкрафта». Речь идет о маршале сил конфедерации Джимми Рейнери. Здесь любой желающий может ознакомиться с его биографией, а также лицезреть некоторое количество скриншотов с его участием из второй части игры. Добро пожаловать в школу виртуального спорта. Сегодня мы рассмотрим различные способы атаки юнитов противника в игре Warcraft TFT. В основном выделяют два способа нападать своей армией на силы врага. Первый — Focus Fire. Основан на том, что выделяя несколько юнитов, обычно пачку, то есть 12, игрок посылает их в атаку на одного вражеского воина. Такой способ отлично подходит для юнитов дальнего боя, таких как Рифлмэны у Хумана, Арчерки у Эльфа или Финды у Андеды. Делая залп по неприятельскому юниту издалека, не тратя драгоценное время на приближение к цели, они отнимают от последнего значительное количество жизней. Однако такой способ атаки вполне приемлем и для войск ближнего боя, когда их не очень много, поскольку при большом скоплении ближнебойных воинов им трудно будет быстро подойти к своей цели. Фокус осуществляется как нажатием правой кнопки мыши, так и с помощью команды «Атака на клавиатуре». В последнем случае появившиеся после выбора команды «Атаковать курсор» направляют на вражескую боевую единицу. Второй способ вести нападение варкрафтеры называют «Атакой в пол». В этом случае, выбрав пачку своих юнитов, игрок нажимает «Атака», но направляет курсор не на вражеского воина, а на пустую землю. Тогда ваша армия, двигаясь к указанной точке на земле, вступит в сражение с ближайшим воином противника. Такой способ идеально подходит при сражениях на больших лимитах, поскольку в полусхватке можно случайно правой кнопкой мыши промокнуться по врагу и кликнуть на пустую землю, что означает приказ вашей армии двигаться в указанную точку, не вступая в бой. В этом случае войска побегут к указанной точке, при этом все они, невзирая насыплющиеся на них удары, в сражение вступать не будут, пока не достигнут цели или пока не получат другой приказ. Кроме того, соперник может отвести атакуемого вами юнита, и вашу армию постигнут та же участь, когда воины будут продираться к убегающему врагу сквозь металл и магию соперников. При атаке в пол такого случиться не может, поскольку, когда ваш оппонент отведет атакуемого юнита, армия автоматически переключится на другого ближайшего. Мы, виртуальная школа, учились на пятерке, пока бесплатно. Вольно! Разойдись! Смотрите далее. Представляем стильную игровую клавиатуру. И, конечно же, вас ждут новые соревнования. Сегодня вы станете свидетелями матча в дисциплине Warcraft TFT, прошедшей в рамках финальной части VC3L 12 сезона. Представляем обзор киберспортивных девайсов. Компания Zalman представляет свой новый кулер для мощных современных видеокарт. При разработке устройства, получившего обозначение Z-Machine GV1000, инженеры использовали технологию Variable Fin Profile, которая заключается в изготовлении пластин радиатора различной формы, а главной преследуемой целью является желание разместить воздушный вентилятор внутри радиатора. Корейские дизайнеры представили идею надувной мыши Jelly Click. Такая мышь, будучи не накачанной воздухом, очень портативна. Вся электроника размещена на гибкой печатной плате. Кнопки, две из них предназначены для прокрутки, также практически плоские. Jelly Click даже имеет специальную проушину для сматывания кабеля. Пойдет ли надувная мышь в массовое производство, мы не знаем. Но если да, то производителю можно посоветовать производить насос в комплекте заплат для мыши. Представляем вашему вниманию необычный манипулятор. Благодаря такой конструкции, манипулятора игроку, как отмечает производитель, будет гораздо комфортнее играть в компьютерные игры, требующие быстрой реакции пользователя. FPS-GUN мышь-башмак имеет высокое разрешение оптического сенсора, 2000 dpi. Правильное сцепление с поверхностью стола, за счет тефлонового покрытия ножек мыши, обеспечивает превосходное скольжение. Манипулятор с точностью повторяет движение руки. Genius представляет стильную игровую клавиатуру Genius Slim Star 335. Устройство предназначено для опытных геймеров, которые хотят сократить время реакции и улучшить результаты игры. 15 программируемых макроклавиш запоминают функции оружия, а также пользователь может установить команды для быстрого доступа к функциям бегать, идти, прыгать и полить. Эргономичная конструкция и удобное расположение клавиш позволяют играть одной рукой. Приветствую вас, дорогие телезрители. Сегодня нам с вами предстоит увидеть матч в дисциплине Warcraft TFT, прошедшей в рамках финальной части WC3L 12 сезона. Встречаются представители топовых кланов World Elite Sky и Bad Fall. Этих игроков не стоит представлять любителям Warcraft. Sky – один из лучших хуманов мира, двукратный чемпион ВЦГ и просто эталон игры этой расы. Что же касается ФОВА, то это также известный ветеран Warcraft-сцены. Входит в число топовых андедов наравне с другой корейской легендой Люцифером. Игра проходит на карте Secret Valley, которая не используется в лотере, тем не менее, завоевала большую популярность у профессионалов благодаря именно наличию всех атрибутов аркадной дуэльной карты. Игра началась. Sky респаунится на 7 часах, ФОВ – на первом часе. И в отличие от андеда, который стандартно развивается в гулей, Хуман преподносит первый сюрприз уже на второй минуте, выбрав в качестве первого героя Маунтинг Кинга. ФОВ же стандартно выбирает Дэд Кнайта, уникального андедовского героя. Хуман с милицией сразу крепит ближайшую оранжевую точку, попутно убивая молотком Акалита разведчика. Однако ФОВ уже понял, что стандартного архимага он у Sky не увидит, поэтому не бежит нападать на Хумана, опасаясь получить молоток и быть окруженным, а сам крепится до второго уровня ДК, что дает войскам ФОВа мобильность благодаря ауре на втором левеле. Однако такая пассивность андеда дает возможность Sky спокойно прокрипить еще одну точку и отправиться с вновь призванной милицией на зачистку Экспанда, где МК спокойно получает третий левел. Тут ФОВ совершает, возможно, роковую ошибку. Разведав маршрут криппинга Хумана, он предпочитает не мешать ему, а благородно закрепить фонтан жизни. Конечно, там ДК получает второй левел и даже боевые когти плюс шесть, но когда ФОВ отправляется помогать Sky, крепить Экспанд никого кроме армии Альянса он не обнаруживает. Кореец даже сумел окружить вражеского МК и заставляет того применить телепорт, но уже поздно. Третий левел обеспечил МК вторые молотки оставить Экспанд Хуман, как выяснилось, вовсе не собирается. Вместо этого Sky делает грейд на крепость и, забежав по пути в магазин и купив МК сапоги и персональный телепорт, отправляется проведать Аколитов. И тут ФОВ совершает вторую ошибку подряд. Вместо того, чтобы немедленно телепортироваться на базу и спасать жизни своих Аколитов, ФОВ решает поиграть со Sky в игру «Кто быстрее убьет вражеских рабов». Проблема в том, что крестьяне-китайцы мгновенно превращаются в милицию и дают равный бой супостатам, чем Аколиты ФОВа похвастаться не могут. В результате смерти всех золотодобытчиков ФОВа экономика Андеда существенно подорвалась. Завершается же этот бой красочным финальным поединком, когда шестого левела МК окружает вся Андедовская армия. Развязка наступает быстро и неожиданно. МК умирает первым, но ФОВ выходит из игры, потому что во время всей этой аркады на базе у Андеда безнаказанно мародерствовали китайские ястребы, которые убили всех Аколитов, и корейцу элементарно не за что стало нанимать главного героя. Стратегия эта, как выяснилось впоследствии, позже будет иметь широкую практику на просторах Ландера. Смотрите в следующий раз. Самая интересная информация из мира киберспорта. Правильные девайсы для настоящих киберспортсменов. Новые уроки школы виртуального спорта. И, конечно, самое интересное, новые состязания между киберспортсменами. Все это в следующий раз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok